Всем панкейк, дорогие друзья! Сегодня мы поведаем вам о пяти самолетах, которые вы можете сделать в своем гараже, на даче или на улице. Конечно, у вас может появиться вопрос, как сделать такой сложный механизм на пустом месте, что нужно взять, чтобы он летал почти как настоящий. Как сказал когда-то великий космонавт Юрий Гагарин, поехали! Летать мечтает каждый любитель авиации, но не каждый знает, как это реализовать. Но все на самом деле просто. Существуют сверхлегкие самолеты массой до 115 килограммов, на которые не требуется пилотное удостоверение, а собрать такие самолеты можно своими руками. Именно про эти самолеты пойдет речь в этом видео. Самодельные самолеты, также известные как самолеты любительской постройки или комплектные самолеты, строятся лицами, для которых это не является профессиональной деятельностью. Эти самолеты могут быть построены с нуля, по чертежам или сборочных комплектов прямо у вас в гараже. Все, что нужно сделать, это найти достаточно прочный и легкий материал, чтобы использовать его в качестве каркаса или крыльев. Если вы совершенно случайно по образованию не авиаконструктор, то для вас прямая дорога к китнаборам. Китнабор – это как лего, набор запчастей, из которого умелые руки способны собрать работоспособный аппарат. Посмотрим же на самые лучшие и доступные по цене варианты китнаборов. Арго-2. Какой двигатель поставить на самолет любительской сборки и где его взять? Именно над такими вопросами будет размышлять каждый уважающий себя домашний конструктор, но двигатель может подойти от чего угодно, например, от снегохода. Казалось бы, после того, как снегоход отслужил свое, уже ничего нельзя поделать с его конструкцией. Но энтузиасты нашли выход, и даже снегоход смог получить вторую жизнь. Арго-2, например, это самолет с двигателем от снегохода «Буран». Китнабор для такого самолета стоит в районе 60 тысяч рублей. Чертежи и пошаговую инструкцию по сборке самолета вы сможете найти по ссылке в описании под видео. Мощность составляет 28 лошадиных сил, максимальная скорость — 160 км в час. ULF-2. В начале 1990-х годов немецкий инженер Диттер Райх начал проектирование легкого многоцелевого самолета. Это был одноместный свободно несущий низкоплан, оснащенный двухцилиндровым двигателем от автомобиля Citroën Visa. Но мотор может подойти любой до 45 лошадиных сил. Опять же, в оригинале сухая масса самолета — 210 килограммов, но с сегодняшними современными материалами ее можно значительно снизить. Также можно использовать двигатель от тяжелых мотоциклов, например, от мотоцикла «Урал». Стоимость китнабора варьируется от 80 до 150 тысяч рублей. Мощность этой машины — 32 лошадиные силы, максимальная скорость при этом — 140 км в час. И 12HK. Это самый мобильный самолет в нашей подборке. Рекорд мобильности среди ультралайтов. Такую птичку можно хранить в любом автогараже. На полеты его везет легковое авто с наружным багажником и фаркопом. Влетное состояние собирается менее чем за час. Управление классическое самолетное. Летать начинают пилоты без квалификаций, так как сухая масса этого самолета — менее 115 килограммов. Китнабор самолета И-12HK продается в диапазоне от 420 до 690 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Мощность агрегата от 33 до 40 лошадиных сил. Максимальная скорость при этом ниже — всего 85 километров в час. Легал Игл. Милхолланд Легал Игл — американский верхоплан, наверное, один из самых доступных самолетов любительской сборки, так как в интернете чертежи этого самолета доступны абсолютно бесплатно. Сухая масса Легал Игл составляет 111 килограммов, а значит такой самолет сможет эксплуатировать человек без пилотского удостоверения. Базовый набор такого самолета стоит 190 долларов, что примерно 12 тысяч рублей. Мощность машины — 30 лошадиных сил, максимальная скорость 97 километров в час. Муха. Такой вот хорошенький самолет с автомобильным двигателем собрал учитель труда из Омской области Александр Зуев. Постройка самолета обошлась ему в 150 тысяч рублей. Одноместный самолет получил название «Муха». При таких относительно малых затратах на строительство «Муха» может пролететь 400 километров со скоростью 150 километров в час. Как говорится, всем бы такого трудовика. Мощность — 70 лошадиных сил при максимальной скорости в 180 километров в час. Как мы увидели из последнего примера самолета, любой человек, имеющий время и возможность, может соорудить собственный самолет. Давайте посмотрим, что вам может понадобиться для постройки своего лайнера. Для примера возьмем «Арго-2». В «Арго-2» конструкторам удалось добиться удачного сочетания отработанных за многие десятилетия методов проектирования деревянных машин 1920-1930 годов и современных аэродинамических расчетов летательных аппаратов такого класса. В этом, пожалуй, одно из главных достоинств самолета. Для его изготовления вовсе не требуются современные пластики и композиты, прокат из высокопрочных металлов и синтетические ткани, нужны лишь сосновый брус, немного фанеры, полотно и эмолит. Однако простейшая конструкция из распространенных материалов всего лишь одно из слагаемых успеха машины. Для того, чтобы все эти сосновые рейки и куски фанеры полетели, их необходимо вписать в определенные аэродинамические формы. В этом деле авторы «Арго», надо отдать им должное, проявили завидное конструкторское чутье. Для своего самолета они выбрали аэродинамическую схему классического свободно несущего низкоплана с тянущим воздушным винтом. В наши дни на фоне самых разнообразных уток, тандемов и прочих чудес современной аэродинамики самолет типа «Арго» выглядит даже консервативно. Но в этом-то и заключается мудрость авиаконструктора. Хочешь построить успешно летающий самолет – выбирай классическую схему, она не подведет никогда. Однако и это еще не все. Чтобы самолет хорошо летал, необходимо правильно определить соотношение его массы, мощности двигателя и площади крыла. И здесь параметры «Арго» можно считать оптимальными для аппарата с мотором мощностью всего 28 лошадиных сил. Сегодня вы узнали о пяти самодельных самолетах. Мы приложили все усилия, чтобы показать, что вы сможете сделать любой из этих самолетов самостоятельно, не прикладывая больших усилий. Для этого не нужно быть миллиардером, иметь собственное предприятие или даже лицензию. Каждый может стать пилотом, если сильно того захочет. Так не стойте же на месте, дерзайте и у вас все обязательно получится. Всем панкейк и попутного ветра!